Добрый день, дорогие зрители и гости моего канала. С вами Виктория Снежная. Все как всегда, ничего не поменялось. Локация Балкон в Козельске, потому что больше особо тут снимать негде сейчас и там что-то отклеено. Но это не мы виноваты. Так было. Я поставила цветочки. Ну, чтобы они хоть немножко так скрасили все происходящее. Солнышко будет уходить, приходить и делать что угодно. Тут только что был гром, ливий и вот нестабильность. Нестабильность это все. Затронем тему низких просмотров на канале. Нет, я не буду к вам делать претензии какие-то, что типа, боже мой, вы меня не смотрите, вы не уважаете мой труд, вы не цените мое время. Нет, я хочу поговорить на другую тему. Мне неприятно, крайне неприятно, что есть люди, которые периодически пишут, как так, канал 100 тысяч подписчиков, 106 тысяч подписчиков, просмотров 1002, ну, типичные просмотры. Когда YouTube начинает продвигать какое-либо мое видео, там просмотры и 40, и 50 тысяч, но он это делает там раз в квартал, поэтому даже не будем на этом зацикливаться. Да, эта ситуация меня тоже крайне-крайне печалит. Печалит настолько, что, знаете, когда я вижу блогеров-миллионников, которые жалуются, типа, блин, YouTube занижает просмотры, из-за этого падает мотивация снимать видосы. Я смотрю на свои просмотры и думаю, твою мать, а! Чувак, я понимаю, что твой уровень дохода был как бы такой, стал вот такой, а когда у тебя был вот такой уровень дохода, а стал вон там, вот над плинтусом, то, ну, блин, о чем, о чем тут можно говорить? На YouTube очень большая конкуренция развилась в последние годы, просто нереальная, блогеров стала тьма. И, согласно официальной статистике, во всяком случае англоязычного YouTube, я думаю, на русском примерно такая же картина, только 3% из 100 добиваются действительно впечатляющих результатов, а 97% к сожалению сосут лапу. Вот. Да, это обидно, когда на становлении YouTube ты был, ну, не то чтобы очень популярен, но просто достаточно популярен, чтобы набирать более-менее быстрыми темпами свою аудиторию, радоваться жизни и посвящать себя полностью этому творчеству, параллельно там подрабатывая где-то, но при этом не нуждаясь в финансах. Это было классное время, и я очень жалею, что оно прошло, но что поделать, да, прошло и прошло, надо двигаться к чему-то дальше. Что делать сейчас? Это большой вопрос, и он на самом деле не отпускает меня последние года 2-3, наверное, потому что тенденция к спаду, она есть, я не знаю, что с ней сделать, и разнообразить контент, пожалуйста, на все в этом случае контент. Ваша идея и предложение всегда открыта, качество картинки, ну, 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 куда, ну, 4К только, но оно сейчас как бы не так кому-то нужно, здесь вам не панорамные пейзажи, да, чтобы снимать, а в остальном-то качество хорошее. Звук, звук появился, причем появился где-то, наверное, год назад, радуемся. Но нет, это не дает почему-то того выхлопа, который бы хотелось бы, сюжеты для видео, подскажите, направьте меня, я бы с радостью. Но мне так не хочется опускаться до черного пиара и опускаться до, знаете, таких, ну, совсем диких пранков, челленджей, то есть вот жрать лимон и корицу, сейчас это не актуально, но это так, чтобы вы поняли. Даже когда я снимала в свое время пранк-песни, это просто, знаете, была такая лакмусовая бумажка вообще, зайдет, не зайдет, но нет, не зашло, поэтому снисходить на пранки смысла нету. Что еще популярно? Распаковка лол уходит, то есть я не знаю, я потеряна, мне нравится вести свой блог, если бы не мой блог, я не знаю, мне кажется, у меня крышачок бы давно бы уехал бы в этом Козельске, вот. Но хочется, хочется отдачи от блога, и я искренне не знаю, как мне поднять просмотры. Меня устраивает мое число подписчиков, я честно набрала эту аудиторию, я никогда не накручивала подписчиков, я не знаю, как это делается. Я не накручивала подписчиков, я правда их сама набрала, благодаря вам, вам. И я буду очень рада, если вы мне подскажете, что мне делать с каналом. Я не хочу уходить с ютуба, я не собираюсь это делать, но если вы подскажете мне вектор развития, который вы же будете смотреть, я буду признательна. Спасибо большое. Спасибо.